С вами WorldStreetOnline, я Мишель Емах и мы продолжаем обзоры еженедельно по основным печатным рынкам. Итак, по традиции у нас события, которые ожидаются на следующей неделе, но стоит подчеркнуть те, которые сейчас происходят касаемо военного конфликта. Я думаю, это не новость, а вот саммит ЕС сейчас, наверное, первый в топе по важности, что решат на этих собраниях. В общем, правители стран договорятся, не договорятся, какие-то решения. И по остальным, значит, выступление главы Банка Англии, Бейли, а в понедельник 28 марта, это будет 14.00, значит, по из важных в среду США считается по занятых в негкоросказательном секторе, ВВП за четвертый квартал, ну и запас сырой нефти. Китай индекс золовой активности в четверг в производственном секторе, это очень важный сейчас отсчет. Также ВВП годовой и четвертый квартал по Британии в 9.00 в четверг, 31 марта. Ну и, в общем, число первичных заявок на получение пособий по безработице тоже в США. До этого считается 10.55 Германия по количеству безработных, собственно, вроде как ожидается, что их станет меньше. Я сомневаюсь, что с притоком иммигрантов в этом квартале у них явно будет безработица выше, поэтому отчет явно завышенный. Ну, в общем, количество безработных в США 1 апреля, никому не верим, и Рамадан в субботу 2 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот такие события ждут на следующей неделе, помимо военных и политических конфликтов, еще и вот такие экономические отчеты. Перед вами сейчас корреляция золота и Сиэль. Немножко золото пляшет сейчас за нефтью, причем остается иногда на пару дней, что очень-очень выгодно можно использовать для торговых сделок, особенно тех, кто торгует золотом. В догонку за нефтью можно прицелиться на неплохие сделки. Это первое. Начнем с нефтянушки. Вот такие уровни я выделил для вас заранее по текущему контракту. Значит, из важных непосредственно 2 700 по дельте, 2 дня, причем с днем разница одинаковая дельта, буквально там 32. Контракт разница это 21 числа, здесь практически 70% диапазона, все на байерах. И 23 число, здесь ядро дня, тоже на покупателях. Единственное, что там по общему за неделю чуть-чуть мы диапазон сократили, урезали до 112 по 113 долларов за бочечку нефти. По сопротивлению по США получается 114, не по США, по Сиэль, 114.40 по 114, 115 включительно. Сейчас как раз вот болтается 113, решается. То есть, вот 2 дня там агрессоров по шортам 113, по 113,5 орудуют. Если вытолкнуть цену продавцы из этого диапазона у нас будет дальше уже на повестке, это удержит ли байер и коридор 112, 113. Если нет, тогда уже цепляемся за вот этот уровень поддержки. Также может быть перед шортом тестовый уровень 114,5. Опять же, я показываю уровни. Сценарий на покупку и на продажу определяйте всегда сами. То есть, здесь есть два сценария на продажу. Это уйдут на шорт с этого уровня. Есть два уровня поддержки по ходу движения. И могут еще попрощаться в протесте 114, 115 и потом уйти на шорт. Это если буду шортить. По дельте пока сложно сказать, потому что вчера было 593 на шорт и сейчас около 590, почти 9, ну 536 на байт. Колебается дельта. То есть, нейтрально. Вчера продали, столько же сегодня откупили. Все. То есть, здесь как бы нейтралитет. Поэтому по итогу сейчас просто все в ожидании завершения этого саммита, какие-то уйдут непосредственно. Вот стрелочки как раз об этом указывают утки. То есть, отсеются ложные новости, какие-то слухи. Будет уже официальная какая-то информация по итогу саммита. И трейдеры, и нефтетрейдеры будут уже. То есть, там вроде как Байден рвет на себе рубашку, что обеспечит Европу поставками газом и нефтью. И, соответственно, немножко вроде как нефтетрейдеров эта ситуация успокаивает. Насколько это правда, насколько это все действительно подтверждается, нефтетрейдеры покажут в понедельник. Сейчас пока вот пятница застыла у своих, ну, в верхней части торгового диапазона дня. И вот пока два уровня для теста есть. В общем, решайте сами. Если Байр будет плотно удерживать коридор, значит 110 по 111 с копейками. Здесь 110, 111. Это вот такой блокпост. Он, в принципе, был расширен до этого уровня, но там протестили как бы этот диапазон 109. То есть, 109 еще край. В WP пока по текущему контракту у нас идет до 104, включительно 105. То есть, могут просесть даже до этого уровня, перед тем, как пойти на Бай. Но для этого должны быть, я думаю, сгущение или же эскалация событий на Украине. То есть, войны. Тогда нефтетрейдеры точно начнут снова покупать. Если все более-менее уляжется, какие-то будут... Вот трясется ситуация. Нефтянка, я думаю, немножко просядет. Далее. Это была нефть. Биток. Не могут никак вытолкнуть за 45-ю отметку. Но очень-очень, судя по всему, этого хотят. Пока обороты просели на новом контракте. Сейчас вам покажу объемы текущего контракта. То есть, здесь у нас идет склейка. Это сейчас будет диапазон нового контракта. Первые два дня апрельского контракта по 4 с копейками. 4,5-4,3 обороты первые две торговые сессии. Позиции пока набирают. В отличие от пятницы. То есть, здесь малость сбросили. Но совсем, можно сказать, без изменений. По дельте агрессоры в основном сегодня были на шорт. 2,3 на шорт. И сегодня у нас... Давайте отключим интерес. Вчера были тоже на шорт. То есть, грубо говоря, формируется постепенно двухблочная модель на продажу. Судя по всему, электронку будет сбрасывать. Крип-крип-криптуковых. И по дельте вот такие уровни. По диапазону... Ну, лучше взять week. То есть, вот неделя текущая. Она вся практически в шортах. То есть, ну, самая вот концентрация шортов. То есть, если ценушка рухнет за 44-ю, я думаю, там уже до WP 43-ю будет просто рукой подать. Пока уровня поддержки, как таковых, на беточке не имеется. Потому что все сессии на рост. То есть, по даже максимальным трейдам. Вот здесь сегодня был 15 контрактов buy на уровне 44-600. Вот эта точка. А предыдущие были достаточно далеко уже. То есть, вчера были шорты. Вот 88, 73, 63 по объемам. То есть, неделя у нас получается консолидация ликвидности. 44 по 44-800. То есть, вот этот диапазон тоже на шортах. То есть, как видите, там буквально где-нибудь можно найти пару каких-то точек на покупку. Если же все-таки это все в ожидании решений саммита ES, понедельник все-таки настроение изменится, тогда, в принципе, buy они должны выпустить ниже 44-ю котировочку и вытолкнуть цену выше. В любом случае, если бы открывать шорты, то сценарий на шорт желательно дождаться сильного расширения. Ну, как минимум хотя бы до WP. То есть, вот этот уровень 44 по 44 с копейками должны отреагировать. То есть, должен быть процесс расширения и сильного ударного импульса. Тогда уже можно там на тесте брать 44-200, 44-300 в качестве точки входа. В качестве поддержки здесь, как вы видите, очень мало уровней, где на новом контракте хорошенько затарились. Ну, 41-ю, я думаю, любой бы сейчас взял с удовольствием. Опциончик отсюда. Также вы видите на ценовой шкале опционные уровни ближайшие 50, 40, 35. Ну, в общем, аккуратненько, ровненько по ценушкам отмечены опционные уровни. В общем, вот такая ситуация сейчас на витке. Был трехдневный процесс расширения. Сейчас вот такая реверсивная торговая сессия. Это пятница, само собой. И будет понятно. Если удержат байеры в районе 44-й цену, можно держать покупки дальше. Если уныряют ниже вот этого массива, 43-900, 43-800, желательно там примерно хотя бы до 42-900. Примерно на 1000 долларов подешевеются. Тогда можно будет уже на ретестах пробовать запрыгивать на продажу. В общем, вот такая ситуация на витке. Но я бы в любом случае понедельника дождался, потому что саммит ЕС сейчас может кардинально изменить, а может и не изменить. То есть, ну, как минимум, триггер имеется. Золотые уровни. В корреляции с нефтянкой сейчас прям очень плотно коррелируется. Там запознание может быть в день. По открытому интересу сейчас склейка перед вами. По досклейке сейчас вот склейку покажу. Потом перейду на новые контакты прелески. Значит, диапазон за... То есть, если пойдут на рост, а это, опять же, в результате того, как отреагируют нефитрейдеры на результаты в итоге саммита лидеров ЕС. 75-е по 91-е. Это еще со старого контракта, еще с мартовских уровней. По свежим следам. Самый нижний 19 по, можно сказать, 19-20. Плотный, самый активный диапазон. Давайте я вам покажу сейчас новый контракт. Перед вами June 22. Новый контракт. Открытый интерес потихонечку набирает обороты на золото. По ликвидности непосредственно эта неделя была уже с притоком каких-то объемов. Особенно вот четверг-пятница по 30-ки 27 тонн было по дельте на новом контракте с поставкой June 5 торговых сессий. Из них 4 на продажу. Особенно отличилась сегодняшняя торговая сессия. В любом случае, тянуться до 75-е очень тяжело. И здесь уровни уже отмечены по шортам. То есть, 68-я алерт стоит. И диапазон сопротивления вот здесь. Он совпадает с диапазоном, который сейчас на склейке с текущим контрактом. То есть, уровни идентичны. По поддержке со старого контракта 47 по 53. Это вот этот диапазон двух торговых сессий. Я еще забрал вот этот диапазончик и захватил. Но в целом, за счет вот этих двух дней. Так как они совпадают с новым контрактом, там очень внимательно. То есть, если тут все-таки начнут шорты. Торговая сессия на новом контракте у нас получается отчасти фиксируется. Вот поэтому нужно учитывать. То есть, дельта здесь вместе с старый и новый контракт она комбинируется. И ядро. То есть, нужно, чтобы цена ушла ниже ядра. То есть, по ядру у нас получается 56-я. Вот как раз тут отметка пока завершена. И по поддержкам со старого контракта берем 32-ю и 42-ю. Вот эти 10 долларов, они будут наиболее важным диапазоном. Сейчас покажу, почему. Вот здесь по неделе. За всю неделю концентрация здесь понедельник, торник, среда. И в четверг-пятница пока пляшут выше этого уровня и, судя по всему, ниже уходить не собираются. Здесь клейка сейчас по дельте. Поэтому учтите. Новый контракт только начинается. Там буквально ликвидности совсем малость. Но там вы видели, какая дельта идет по новому контракту. Соответственно, тут шортят, выходят шортов, вот эти, которые шли последние полторы недели. Соответственно, а там как бы уже подкидывают шортов. Уровни отметил. Непосредственно это было золото. Перед вами рубль. Отметка 100 пока задержалась на этой неделе. По Waze Wave показателю у нас получается, ну, как начали идти на снижение. Буквально здесь заминка была 18 числа и то Open Close в итоге на продажу. То есть по новому контракту June у нас вышли на миллион оборот только сегодня. Буквально чуть не дотянули в среду, 23 числа. Уровни сопротивления отмечены. Открытый интерес пока идет с каждым днем все выше. То есть открывают позиции. Открытый интерес не топовый. То есть там как бы ее объемы пониже намного. И по дельте обратите внимание, что 10-го, 0-3-го, вот самого хаев, 41 тонна была дельта на агрессоре. 31-го, ну, это те, которые за 20-ку переступили. То есть вот здесь уровни сопротивления тоже стоит взять. 110 по 111-300, это вот эта торговая сессия. И вот здесь как бы 3 дня прям жестко штурмовали продавцы. И 57 тонн, 23-го числа, толкнули к сотке. Буквально еще 2 дня падали. Значит, вчера вроде как пытались фикситься, потому что тут уже дельта была нейтральная. И сегодня под семерочку. Но сегодня пока вот по уровню поддержки, что стоит сейчас обратить внимание, это чисто новый контракт, без клейки. Вот здесь вот эти фиксы были. Пока здесь цена задержалась, если и задержится на следующей неделе, то есть в понедельник будут тут укреплять позиции байеры, могут потихонечку отсюда стартануть на бай. По спотику там вроде бы как бы не наклевывается такой прям жесткий бай, потому что там просто все по агрессорам на продажу. Вот такая ситуация еще по второму уровню поддержки, это 98-200 по 98-750. Но цена у нас на хай пятницы. То есть не на полном дне, то есть не упали на самом минимум. Пытаются как бы реверсировать. То есть если удержатся на этом уровне, могут еще попробовать сходить возвратом до 105-й. В общем, вот так вот. В WP очень далеко пока до 106-й, 850. И уровень сопротивления промежуточный 104-105 тоже стоит взять на заметки. Если же селлеры все-таки будут дальше удерживать позиции, то у нас в принципе не должны выйти даже за пределы 102-й. Я думаю, что это вот именно так и будет. Тут в принципе они уже должны понедельник начинать снижение сразу, без каких-либо промедлений. Опять же, результаты в ЕС. За выходные это все переварят, перемусолят косточки, примут какие-то решения, в понедельник уже будут следить за реакцией. Я бы сказал, подытожил бы именно так. То есть нужно следить в понедельник, какая будет реакция на вот эти все собрания лидеров саммитов ЕС. Потому что за выходные могут там что-то передумать, додумать, может какой-то подбросят еще один конфликт или еще что-нибудь. Вот так вот выглядит спотик на сегодняшний день. Минус 640 – это только дельта. То есть процентный перевес почти 40%. Чтобы в сравнении, то есть здесь получается с 28-го числа взят диапазон, потому что там попросту не с чем сравнивать, объемы намного ниже. То есть посмотрите. 700-ка, то есть с тремя, четырьмя, пятью миллионами. Сейчас вот это все сравнивать просто не смысла. И миллион шестьсот оборотец под итоги лидеров саммитов. То есть миллион у нас был с 23-го. И расширили с 104-й до, получается, 95-й. И вот такая вот разница между фичом и спотом. То есть сейчас тут 96-й, а там около сотки болтаются. И по дельте 640. То есть в последнее время, вот даже когда разворачивали, вот здесь три дня было 284, здесь 337 на самом хайде набросали в этот уровень. Гиперплотный. То есть могут еще попробовать попрощаться с соткой. Но тут якобы намерены идти ниже. То есть вот здесь как бы... Если выпустят за 98-ю, тогда уже стоит ловить на 103-й. То есть если вы пробуете заходить на шорт. Там 105-я, как вы видите, очень плотные. Вот 103-я по 105-ю, 106-ю, ну 105-ю с половиной. Вот здесь плотничок очень сильный. Ну а здесь 96-97-я. Прям можно даже 95-ю взять. Здесь 150-я, 170-я, 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 144-я. Здесь за 200-я, 190-я, 190-я. В общем, это самые топовые сейчас диапазоны по агрессорам на продаже. Ну в общем, 647-я из оборота в 1.600. То есть процентный перевес. Гипер, гипер. Тут 28-я, 21-я, 27-я было вот в этих торговых сессиях. И 113-я это все дело толкнули на 103-ю. То есть на 10 рублей, как минимум, отсюда могут рвануть на 86-ю. Ну с таким учетом. Здесь суммарно получается дельта 173, 111, 284. Даже меньше, чем вот здесь просто за один день набросали. То есть это все вот в пятницу. Диапазон, в общем, мощный. Следите, 97-96-95. Центральная точка правная будет на следующей неделе. S&P, начало контракта потихонечку росли. На прошлой неделе Британия и США повысили процентные ставки. Оба центральных банка. В общем, пока вот все это дело, опять же, Евросаммит, два дня. Тут четыре дня просто стоят в жутком боковике. По открытому интересу тоже особо не пребывают позиции. Ждут каких-то итогов, каких-то решений, каких-то действий, я так понимаю. Повышение процентной ставки не сильно благоприятно сказывается на росте фондового рынка. То есть, ну в принципе, там не критично подняли на 0,25. Но сам факт того, что потихонечку уже повышают, этот факт есть. Плюс вот эта вся политическая и даже, можно сказать, военная нестабильность. В любом случае, ребята какие-то фиксируют свои пакеты. Но для США в целом цель практически достигнута. Они пообещали Европе, чтобы они не переживали. Поставки, перебои поставок с нефтью и газом они обеспечат. Я так понимаю, все это было затеяно конкретно по этой причине, чтобы просто забрать рынок сбыта в России. И, соответственно, это может быть еще каким-то катализатором дальше для движения фондового рынка на бае. Ну, как видите, по дельте у нас идут в основном. Тут практически 17 тонн, почти 18 на шорт. Тут. И это как бы подобрались до уровня из прошлого контракта. 45-30 по 45-80, там с копейками 85. По неделе у нас получается, ну, по контракту диапазон 44-55 по 45-10. А самое ядро этой недели получается очень близко. 44-85, 45-12. По дельте, как вы видите, тут все просто на шортах. Буквально чуть-чуть покупок на самых хаяках, что удивительно. Поэтому будьте осторожны, если вы там прицеливаетесь на шорт. Я бы подождал, чтобы просили хотя бы за 44-60. А лучше вообще, как бы, ушли ниже уровня из 44-40. То есть, вот этих вот трехдневных застоев. То есть, вот этот вот массив должны просто на хорошем ударном торговом дне пробить. Тогда это уже будет хороший запуск шортов. Пока у нас нулевая дельта в пятницу. То есть, здесь, грубо говоря, перетягивание каната бесполезное. То есть, просто туда обратно сети волочат. Но четверг был какой-то гипер резкий, как и среда. Ну, как вы видите, волатильный флет. И это просто жесткая мясорубка для интердей трейдеров. В общем, попрощаются 45-30 сиганут вниз. То есть, можно будет после 44-60, 44-40 пробовать по дискве точке вкода на шорт. 43-68 эти уровни уже можно убрать. Вот эти уровни сопротивления, это еще со старого контракта. Они уже пробиты. Но на новом контракте вот здесь, как бы, 4 дня был бай. И он отработан. А здесь, как бы, уже идут 5 дней с 5 на шорт. Если вот по неделе у нас, получается, уйдут резко ниже 44-60, а лучше всего 44-40, 44-30. То есть, в понедельник, вторник хорошенько улетят ниже сроков. И тогда можно дергаться, пробовать, там, после коррекции запрыгивать на шорт. В противном случае, если не пробьют ядро недели, а оно у нас как раз 44-86, 45-12, то есть, вот здесь так и останутся, то будет еще опасно запрыгивать. По крайней мере, вот здесь мы видим с вами нейтралитет байеров и селеров. То есть, здесь, как бы, поровну идет активность и тех, и других. Соответственно, у байеров есть какая-то предпосылка, какие-то цели, какая-то мотивация, либо же информация. То есть, они здесь активно отвечают по ликвидности тому, что делают селеры. То есть, у селеров, как бы, здесь понятно, тут все очевидно, на самом хайе текущего контракта зашортить под этот весь кипиш и ужас на планете, который начал происходить, ну, как бы, в странах второго эшелона и третьего. Ну, а у байеров, как бы, нужно спросить, почему они там покупают. Вот, видимо, могут сдать еще рокировочку и удивить всех еще полетом на север. Полет на север, в принципе, объясняется тем, что Америка потихонечку вытесняет рынок сбыта газа нефти у России. И, соответственно, тут, как бы, все тогда становится на свои места. С вами был Миша Лемах. Встретимся в следующую пятницу. Вопросы, комментарии под видео на все ответы постараюсь дать как можно раньше. На все вопросы дать ответы. Всего на лучшего, прибыльных, удачных трейдов. И берегите себя. Весна уже в полном разгаре. Я думаю, все будет хорошо, все наладится. И мир во всем мире. До свидания. Пока.